Девушки отдыхают Хочешь, чтобы она провела молодые годы в печали и гневе? Такое будущее ты желаешь подруге? Зачем? Джим Шит прав Хватит, все кончено Тема закрыта Пошли в ресторан Будем работать Сейчас начнут приходить клиенты Идем Я сегодня помогу вам Настроение на нуле Немного развеюсь Ладно Давай его мне Нет, я сама Дочка Что случилось? Почему ты плачешь? Папа Только что звонил областной представитель Они приедут и увезут весь товар, который находится в магазине Конечно Это и не удивительно И на этом наше приключение закончится Мы за месяц разорились Наша песня спета Папа Да, это послужит тебе уроком, господин Бахатин Теперь ты узнаешь, что значит ввязываться в дела, в которых ты ничего не понимаешь Ничего Папа Как они могут приехать, собрать товар и увезти его? Сколько существует этот магазин? У этих людей совсем нет состраданий и жалости Это торговля, дочка Это бизнес Какое сострадание? А как быть человеку? Мы смогли оплатить только половину долга Попросили две недели сроку Потом он благополучно истек Человек имеет полное право забрать товар Мы лишили Османа работы, заработка и пропитания И наши земли пропали Все, дочка Папа Папа Прости меня Это с тобой случилось по моей вине Но суд все равно присудит дом мне Я выплачу долг, папа Даю тебе слово Прекрати Ты моя дочка Мое дитя Мое счастье Сокровище мое О каком долге ты говоришь? Чтобы я этого не слышал На этот раз пришло мое время Забирать пиджак и уходить Давай Ты тоже сильно не огорчайся Сдай вместе с Белялем товар Закрой дверь и магазин И приходи домой Приходи Братец, ну что поделать? Отделку еще не закончили Что прикажешь делать? Ладно, ладно Хорошо Пришлешь весь товар за три дня до открытия магазина на следующей неделе Все эти кондиционеры должны быть в последней модели Ясно? Отлично Значит договорились Всего доброго Все, все, пока Удачи Парень Принеси ко мне большую чашку кофе Сейчас принесу Никчемная ваша семейка Что случилось, комиссар Бахаттин? Ну да, ты узнал плохие новости Плакал ваш бизнес Где магазин, который вы себе загробастали? Вы еще не знаете, с кем вы связались Вы имеете дело с Османом Баэклы Я обожглась Салиха Прекрати совать пальцы в тарелку Неудобно перед клиентами Хорошо Погода просто прекрасная Правда, Мимо? Хорошо, что показалось солнышко Ты, как и я, не любишь дождливую погоду, да, парень? Идем на улицу Подышим свежим воздухом Осия Он по уши влюблен в тебя Салиха Не смей говорить больше что-то подобное Не нарушай моего покоя Что я такого сказала? Салиха Не вбивайте ему в голову подобные мысли Не лишайте меня опять крыши над головой Прошу Пожалуйста, ваш салат Рыба скоро будет Он всегда для меня был тихой гаванью Где я могла укрыться Он ни разу не засматривался на меня Не докучал мне Поэтому никогда больше так не говори, ясно? Осия Дорогая моя, ты молоденькая девушка Ты же не умрешь после развода с этим злосчастным Ильясом К тому же присмотрись У тебя под боком есть такой достойный, надежный, умный, преданный мужчина Который сходит по тебе с ума Присмотрись Послушай, Салиха Мне бы не хотелось обижать тебя Поэтому закрой рот Состояние Хелина ухудшилось Я знаю, но никак не могу до нее дозвониться Я много раз ездил к ней домой Прислуга сказала, что ее госпитализировали Но Хелина это всех скрывается Да, они не говорят Слушай, Ильяс Она решила делать очень рисковую операцию У нее есть два варианта исхода Некоторые врачи говорят, что если она согласится на операцию Она умрет на операционном столе, не выживет Несмотря на это, Хелин надеется на второй исход Она говорит, что хочет попытать счастье и сделать операцию Говорит, мне уже терять нечего Да она бредит Разве так можно? Если есть хоть малейший риск, нужно отказаться от операции Если такая вероятность действительно существует То она сошла с ума Я разговаривал с Суной Она сказала, что Хелин в ужасном состоянии Она плачет горючими слезами Умер Надо найти ее Позвони Суне Пусть приезжает Хелин домой Поговорим, выясним, где она Еще я хочу встретиться с врачами Я не уверен, что она принимает здравые решения Может быть, мы примем какие-то меры Может быть, можно Отговорить ее от подобной затеи Налей мне еще Это было последнее Прости Какое тебе дело? Сколько я пью? Иди домой Не создавай мне неприятности с твоим другом полицейским Никто не смеет лезть в мою жизнь Понял? Никто не смеет Девушка, да ты больная Разве это не бар? Выйди Я же деньги плачу Иди, иди отсюда Я требую выпивку Пусти меня Этот бар Тут напиваются до чертиков До чертиков Я устал каждую ночь разнимать пьяную драку Сил нет И не говори Вот бы случилось какое-нибудь жестокое убийство Какое-нибудь ограбление Ну нет А тебе непременно хочется ввязаться в перестрелку Ну да Понятно Извращенец Пошли, пошли